Движение на обновленной магистрали по улице Гоголя откроется в следующий вторник, 22 августа. С ходом работ по реконструкции центральной дороги ознакомился Акимобласти Ерлан Кошанов. Капитальный ремонт дороги на улице Гоголя подходит к завершению. С ходом работ ознакомился Акимобласти Ерлан Кошанов. Он побеседовал с подрядчиками, сделал ряд поручений и принял доклад Акима города Нурлана Убакирова. Удален был парапровод, который у нас существовал. Он много лет существовал и на нем были много кабелей. Все это было сделано. Убрали и передвинули все стрелки. Применили впервые резинокордовое покрытие. Сейчас я видел. Вот здесь, да? Да, вот здесь применили на двух переездах. Сегодня приезжая от Ярославского завода, мы впервые. Там есть вопросы по допускам и они в течение этих выходных дней полностью отрегулируют, чтобы шма заходила в едином просто стиле. В этом году ремонт дороги выполнялся от 7 магистрали до улицы Гудермеской. На перекрестке от улицы Космонавтов до Складской были постоянные заторы, поэтому было решено расширить эту часть дороги на 7 метров. При этом здесь положили резиновые настилы, которые позволяют не скидывать скорость при переезде этого железнодорожного участка. Мы столкнулись с определенными сложностями, связанными с тем, что очень много кабелей, очень много тех работ, которые не были учтены в проектах, так как в 90-е годы, прокладывая вот эти кабеля, они не оставались на топосъемках. Поэтому это приходилось уже на марш. При этом еще были, вы видите, сейчас вот прошлись, увидели, то есть появляются правые повороты как с улицы Космонавтов, так и с улицы Гоголя с целью именно разгрузки основных транспортных потоков. Для этого нам пришлось три дома снести, и сейчас это будет правый поворот на улицу Космонавтов. При этом, а с правой стороны, то есть это идет работа. Сейчас у нас еще завершается работа, переговоры с кондитерской фабрикой по вопросам о том, чтобы немножко придется раздвинуть их забор, для того, чтобы вместить уже тротуар, технический тротуар и пешеходный тротуар. При ремонте дороги используются три слоя – пористый, нижний асфальтобетон и верхний слой щебеночно-мастичного асфальта. При этом сразу будут устанавливаться новые светофоры, дорожные знаки и светодиоидные фонари. Основным подрядчиком по ремонту дороги выступает компания РСУ, которая имеет большой опыт работы. По словам представителей компании, им пришлось столкнуться с некоторыми трудностями. Была вот еще практически с советских времен полностью забита ливневая канализация. Вот для этого привлекли соответствующую фирму, соответствующим оборудованием. Эти машины занимались прочисткой вот этих вот труб ливневой канализации. Ну, в частности, вот на одном участке, например, обнаружился, у них есть соответствующая аппаратура, видеоаппаратура, которая позволяет исследовать подземные коммуникации, вот трубы в частности. И вот, например, на одном участке обнаружилось, что там пустоты образовались за счет того, что там где-то она была забита, вода бежала, все. Ну, вот вынуждены были полностью вскрыть асфальт, что тоже не предусматривалось проектом. Ликвидировать, соединить трубы, ликвидировать вот эту яму образовавшуюся и потом уже укладывать асфальт. Вот такие вот трудности. Движение по обновленной магистрали обещает открыть уже во вторник. Светлана Фарина, Рустам Бараев, Данил Заславский, 5 канал.